МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танкисты на иномарках. Так сегодня говорят о тех советских войнах, которые шли в бой на американских Шерманах и Стюартах, британских Матильдах, Валентайнах и Черчиллях. Танки Ленд-Лиза в Красной Армии в фильме «Оружие». Сама идея помощи странам, которые ведут войну против гитлеровской Германии, возникла в Соединенных Штатах Америки. 11 марта 41-го года президент Франклин Рузвельт подписал закон о Ленд-Лизе, который немедленно вступил в действие. Ленд-Лиз – это система передачи вооружения и военных материалов взаймы или в аренду на время боевых действий. 22 июня 41-го года Советский Союз подвергся нападению со стороны Германии. В тот же день правительства Великобритании и США предложили свою помощь в борьбе с нацизмом. Осенью начались поставки в Советский Союз бронетанковой техники союзников. 11 октября в Архангельск прибыли первые 20 английских танков. Всего до конца 41-го года Красная Армия получила 930 танков и более 300 бронетранспортеров. В тяжелейших условиях начала войны, катастрофических потерь собственной бронетехники на фронтах и массового сокращения производства – это была серьезная помощь. Ведь к началу декабря 41-го года в действующей Красной Армии остался только 1731 танк. Из них 1214 – легкие машины типа Т-26, БТ, Т-40 и Т-60. С начала войны Черчилль заявил о том, что Англия должна принять самое непосредственное участие в помощи Советскому Союзу в борьбе против фашистской Германии. Поэтому Англия по ленд-лизу поставляла в Советский Союз такие пехотные танки, как Матильда, Валентайн, Черчилль. Причем Матильда и Черчилль относились к тяжелым пехотным танкам, а Валентайн – к легкому пехотному танку. Но, тем не менее, то, что эти машины, допустим, Валентайн назывались легкими, на самом деле не характеризовало их как легкие, потому что уровень бронирования всех вот этих трех танков был намного выше, чем уровень бронирования даже тяжелых танков того времени. Зарубежные поставки имели важнейшее значение в 41-42-м годах, особенно в первую военную зиму. Эвакуированные на восток заводы еще не успели развернуться и наладить производство. Первыми в СССР прибыли британские танки Матильда и Валентайн. Матильда и Валентайн по классификации британской армии относились к танкам непосредственной поддержки пехоты. Их боевая задача – подавление огневых точек, уничтожение вражеских солдат, преодоление оборонительных полос. Средний пехотный танк «Матильда» был принят на вооружение британской армии в 1938 году. Это была единственная бронированная гусеничная машина в мире, которая носила женское имя. Марк 2 «Матильда» – средний пехотный танк. Боевая масса – 27 тонн. Длина корпуса – 5,7 метра. Ширина корпуса – 2,5 метра. Толщина лобовой брони – 78 миллиметров. Двигатель спаренный, дизельный, мощностью 190 лошадиных сил. Скорость – до 24 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 42 миллиметра. Пулемет калибра 7,7 миллиметра. Экипаж – 4 человека. В начальный период войны эта машина обладала самой толстой броней в мире. По броневой защите «Матильда» превосходила даже советский клин «Ворошилов». 78 миллиметров против 75. Все танковые и противотанковые орудия вермахта были бессильны против этой толстокожей дамы, как называли ее англичане. Только знаменитая «Ахт Кома Ахт» – 88-мм зенитка – могла успешно бороться с «Матильдой», равно как и с «КВ». Собственная 42-мм пушка английской машины по бронепробиваемости была равна советской «Сорокопятке». На протяжении первого года войны она поражала любой немецкий танк. В СССР первые «Матильды» прибыли очень вовремя – к самому началу битвы за Москву. Положение на фронте было крайне тяжелым, поэтому освоение зарубежной бронетехники происходило быстро, буквально с колес. Советские танкисты по достоинству оценили мощную броню и высокую надежность силовой установки «Матильды». Не вызывала особых нареканий и 42-мм пушка, хотя в ее боекомплекте не было осколочно-фугасных снарядов. За 1941-1943 годы РККА получила 918 танков этого типа. Они активно воевали на всех фронтах вплоть до начала 1944 года, принимая участие в крупнейших стратегических операциях Красной Армии. Танк «Марк-3 Валентайн» по назначению также был пехотным, но по боевой массе 16 тонн относился к легким. По броневой защите он не уступал тяжелым танкам того времени. Лобовая часть корпуса имела 65-мм броню. В отличие от «Матильды», ходовая часть была открытой. Это повысило проходимость и маневренность машины. Вооружение состояло из 42-мм пушки, одного или двух пулеметов винтовочного калибра. Главной особенностью конструкции «Валентайна» была его моторно-трансмиссионная группа. Она монтировалась из автомобильных агрегатов. Это позволило упростить производство и ремонт в полевых условиях. «Марк-3» стал самым массовым британским танком Второй мировой войны. Заводы выпустили более 8 тысяч «Валентайна». Почти половина из них оказалась в Красной армии. Советские танкисты называли эту машину «Валя-Таня», таким вот образом переиначив мужское имя «Валентин». Танк широко применялся во всех сражениях на Советско-германском фронте, начиная с битвы за Москву. Последнее применение «Валентайна» в Красной армии состоялось уже на Дальнем Востоке в августе 1945 года. В Советском Союзе «Валентайн» имел репутацию вполне надежной и ремонтопригодной машины. Поначалу ему не хватало огневой мощи, но уже в 1942 году танк был перевооружен 507-мм орудием, а чуть позднее 75-мм пушкой. Свою роль эти танки, особенно в первый начальный период Великой Отечественной войны, сыграли положительную роль, потому что после начала войны в Советской армии осталось порядка всего лишь 1700 танков своих. Естественно, что помощь Советский Союз готов был принять и принял, и танки эти выполнили свою задачу. Если говорить о качествах этих танков, то такие танки, как «Валентайн», например, советским танкистам нравились своей живучестью. Достаточно высокий уровень бронирования, ну, хоть подвижность не очень на высоком уровне, там порядка 24 км в час, но тем не менее машина была достаточно еще и надежной. В 1942 году начались поставки в Советский Союз еще одного британского танка – Марк 4 «Черчилль». Изначально он был сконструирован как замена для устаревающей «Матильды». Вооружение ранних моделей «Черчилля» было недостаточно мощным. Основное орудие – 76-мм гаубица – располагалось в корпусе, а сверху, в башню, помещалась стандартная 42-мм пушка. Выпуск «Черчиллей» начался в 1941 году. Всего было произведено 5640 этих танков. Из них Советский Союз получил около 250 машин. Марк 4 «Черчилль» – тяжелый пехотный танк. Боевая масса – 39 тонн. Длина корпуса – 7,4 метра. Ширина корпуса – 3,3 метра. Толщина лобовой брони – 101 мм. Двигатель – карбюраторный, мощностью 350 л.с. Скорость – до 25 км в час. Вооружение. Пушка калибра 42 мм, гаубица калибра 76,2 мм, два пулемета калибра 7,92 мм. Экипаж – 5 человек. Корпус танка выглядел как прямоугольная коробка, снаружи охваченная гусеницами. Он был похож на комодообразное чудовище времен Первой мировой войны. «Да, где-то конструкция этой танка была архаичной. То есть для того, чтобы увеличить внутренний забронированный объем машины, конструкторы сделали корпус с нишами внутри гусеничного обвода. Иногда это играло, так скажем, негативную роль и сыграло шутку определенную с этими танками, когда заклинивали башни при повороте на гусеницу. Кроме того, высокий гусеничный обвод приводил к низкой живучести ходовой части. То есть легко поражались противотанковыми пушками именно гусеницы. Соответственно, машины становились небоиспособными». Лично осмотрев машину на полигоне, британский премьер-министр Уинстон Черчилль сказал «У танка, который носит мое имя, недостатков больше, чем у меня сама». Многие конструктивные изъяны Черчилля удалось устранить в ходе модернизации. С 1942 года гаубицу в лобовой части корпуса заменили на пулемет. А в башне устанавливалось 75-мм орудие вместе с еще одним курсовым пулеметом. Лобовая броня была усилена до 152 мм. Она выдерживала огонь любых противотанковых пушек, включая зенитки. Как и советские тяжелые танки, Черчилль поступали в отдельные танковые полки прорыва. Сразу же при формировании им присваивалось звание «Гвардейские». Боевой путь Черчиллей начался под Сталинградом и продолжился на Курской дуге. 5 августа 1943 года в город Орел первыми ворвались именно Черчилле 34-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва. В целом англичане на службе в бронетанковых частях Красной Армии оставили о себе добрую память. Советские танкисты любили их за надежность, хорошие условия работы экипажа, живучесть и безопасность. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ